Далее новости спорта вас приветствует Дмитрий Варановлин, физкульт-привет. Спонсор выпуска Институт физической культуры и спорта имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Вам помогут определить, к какому виду спорта предрасположен ваш ребенок и подскажут, в какую секцию его записать. Консультации проводят профессоры института. Адрес песочная 38Б, телефон 774476. Традиционный всероссийский турнир по баскетболу на призы завода «Купол» в Ижевске завершен. Шесть команд проверяли свои боевые качества и боролись за главный трофей. Результат пятидневных баталий был неожиданным. И вот какой мы сейчас узнаем в нашем сюжете. Команда «Уфимец», представляющая второй дивизион российской суперлиги, стала настоящей сенсацией на этом турнире. Еще большим удивлением для поклонников баскетбола стала игра Бориса Назмудинова. Еще в прошлом сезоне он защищал цвета ижевской дружины. В Уфе он раскрылся во всей красе. Меня тепло очень встретили аплодисментами. Даже ижевские зрители за меня болели. Но все равно есть стимул доказать, что меня зря отдали. Потому что я действительно достанен был играть в первой суперлиге. Борис Назмудинов удивил? Да, удивил. В нашей команде мы его заставляли чаще бросать и брать на себя инициативу. Здесь, в принципе, он в конце года уже начал более-менее делать результат. Здесь, в Уфе, он просто выдает такие игры. Пару игр вытащил. Не жалко, что отпустили? Жалко, жалеем. За второе место тоже была нешуточная битва. Хозяева турнира, баскетболисты ижевского клуба «Купол Родники» играли против дебютанта Российской Суперлиги-1 Южно-Сахалинского клуба «Восток-65». В активе обеих команд было лишь одно поражение от победителей. Отлично турнир прошел хорошо. Свои задачи мы выполнили. Что-то посмотрели, что-то подготовили. Считаю, что результат был не на первом месте. Мы были под нагрузкой. На каждую игру был свой план определенный. Тем не менее, сражались все, как будто уже идет регулярный чемпионат. Не было ни одного проходного матча. В этом поединке в упорной борьбе ижевчане уступили островитянам и стали третьими. Тем не менее, впечатления о турнире в целом и о командах в частности остались у всех отличные. Сахалин – хорошая команда, как всегда. Эдуард Михайлович Сандрович собрал хороший коллектив. «Уралмаш» – хоть и первый год в Суперлиге, но у них опытный состав. Уфа, ну, лично меня Уфа порадовало, потому что я с ними первый раз играю. И хоть они в Суперлиге 2 играют, но они дали очень хороший бой. И это по праву первое место на этом турнире, по праву их. Впереди еще турниры в Уфе и Подмосковье. Сезон для купола родников стартует 7 октября. Соперник – «Уралмаш» из Екатеринбурга. Далее вело-новости в Краснодарском. В Сибае стартовал чемпионат страны по маунтинбайку. И сразу в первом виде программы эстафете отличились гонщики Удмуртии. Яков Миролюбов, Анна Коновалова, Даниил Замараев, Анна Миролюбова и Евгений Печенин заняли третье место. В гонке в гору вновь порадовала высоким результатом юниорка Анна Миролюбова. Она выиграла соревнования, а в топ-шестерку попали Яков Миролюбов, Павел Балобанов и Анна Коновалова. Есть чем похвастаться и нашим гонщикам-шоссейникам. В Ростове-на-Дону, где завершился розыгрыш наград первенства России среди юношей 15-16 лет, также отличились спортсмены Удмуртии. В парной гонке на 25 километров два Кирилла – Капустин и Мальков – завоевали бронзовые медали. В командной гонке на 50 километров они вместе с Тимуром Черепановым и Елисием Усмановым заняли седьмое место. Не пустовали и домашние велоарены. В парке «Березовая роща» прошел городской турнир, на котором собрались сильнейшие велокроссмены. Для большинства из них этот старт стал этапом подготовки к крупным всероссийским стартам в Ижевске. Сезон у велокроссменов насыщенный. Сейчас городской турнир, а в октябре три старта и сразу друг за другом. Сначала в Ижевске пройдет мемориал Антона Гоголева, затем всероссийский турнир на призы Ижевского радиозавода после национального первенства. Здесь у нас очень сильно развивается, культируется велокросс. Очень много ребят занимается этим, поэтому и отдают нам календарь проводить тут. Готовились к своим заездам все участники серьезно. Основное внимание на железного коня. Кто-то перед стартом и колеса сменил, а кто-то давление в них убавил. Техническая составляющая на первом месте. И этому ребят учат наставники. Много и теоретической работы проходит, тактической. Надо изучить, как устроен велосипед, как он ремонтируется. Потому что технический вид спорта и тяжелый вид спорта. Мы тренеров видим вот здесь только на гонках. Практически вся эта кропотливая работа, незамеченная ни нами, ни СМИ. Не подвел железный конь Влада Никитина юный гонщик. Его проверил перед гонкой и не раз. Так что все подъемы и спуски, а также крутые повороты его не смущали. Влад и тактически грамотно разложил свои силы по дистанции. Первым со старта уехал и первым на финиш приехал. Прокатился перед гонкой. Особо не делал таких, где ехать. Тактику не делал. А тактику не делал. Ну и по гонке, пока круг проехал, еще хорошо отработал. И два круга нарабатывал скорость. Никитин выступлением остался доволен, как, прочим, и все победители. В октябре на всероссийском турнире на призы Ижевского радиозавода и первенстве страны можно вполне рассчитывать на медали. С этой целью проводился для ребят этот старт. Соревновались и во ВОЖе. Более 500 человек собрал республиканский турнир по ликоатлетическому кроссу, который для участников был отборочным на национальное первенство в Оренбурге. Уже точно туда в конце сентября поедут победители мужской и женской группе. Это Александр Зимбеков и Анастасия Урсегова. Они выиграли забеги на 6,4 километра. Еще больше новостей спорта на сайте «Моя Удмуртия». Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.